Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 10 апреля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Стефана, Николая, Василия и Иоанна. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники! Радости вам и мира от Духи Святом! Сегодня также Святая Церковь совершает память священномученика, протерея Николая Яковлевича Постникова. Родился святой в 1857 году в городе Косима, Веризанской губернии, в семье священника Якова Постникова. В 1878 году Николай Яковлевич окончил духовную семинарию и до 1883 года был директором и преподавателем закона Божия Курловского одноклассного образцового училища в Косимовском уезде. В 1883 он был рукоположен во священника к Воскресенскому храму в селе Любич Зарайского уезда Рязанской губернии. Впоследствии этот уезд вошел в состав Московской епархии. С 1889 по 1902 год отец Николай исполнял послушание кружного миссионера по борьбе с расколом. С 1893 по 1906 год он был членом Благочиннического совета. В 1901 отец Николай был награжден наперстным крестом и впоследствии возведен в Сан-Протеерея. В декабре 1929 года протерей Николай приехал по приглашению прихожан служить в храм святого апостола Иоаннова Богослова в селе Тимошкино и послужил здесь до 21 января 1930 года. Архиепископ Рязанский Ювеналий, в чем видене тогда был Иоаннов Богословский храм, благословил его остаться здесь, но попросил, чтобы он испросил разрешение на переход у своего епископа. Пока отец Николай служил в Тимошкино, против него в Любиче было начато дело. Священника обвинили в том, что он вел антисоветскую агитацию против совхоза, колхоза и прочих мероприятий советской власти на селе, распускал провокационные слухи о гонении на религию и призывал к защите церкви от варварской власти. Сотрудники ОГПУ, не обнаружив священника дома в Любиче, объявили его в розыск, и 28 января по возвращении домой отец Николай сразу же был арестован, заключен в тюрьму в Коломне и допрошен. Отвечая на вопросы следователя, священник сказал, что действительно бывали случаи, когда он в беседе с людьми говорил, что жить стало тяжело, налоги стали большие, на религию гонения, но против совхоза и колхоза он ничего не говорил. В тот же день следствие было закончено. 28 февраля 1930 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило отца Николая к трем годам ссылки в Северный край. В это время ему шел 1973 год, и условия ссылки оказались для него непосильными. Протерей Николай Постников скончался в ссылке в Соломбальской больнице города Архангельска 10 апреля 1931 года и был погребен в безвестной могиле. Ну вот, дорогие мои, фактически заканчивается Великий Пост. Святая Четыридесятница истекает последние из сорока дней. Страстная неделя, она не входит в Святую Четыридесятницу. Это совершенно отдельно стоящие дни, дни и более строгого поста, и более глубокого проникновенного богослужения. И сорок дней мы готовимся в том числе и к страстной неделе. Готовимся, в первую очередь, не соблюдением диеты, а исправлением своего сердца, воспитанием души. И как бы хотелось, чтобы это время, оно было не потеряно, было наполнено и усилиями духовными, борьбой с собою и добрыми делами, вниманием к ближним, к нуждающимся, к страдающим, и духовным чтением, и воздержанием. Воздержанием и от суеты, и от лишней информации. Пришло время сесть и подвести некоторое резюме. Что удалось, что не получилось. Этот важнейший период жизни, он в этом году уже завершается. Что хотелось, что удалось. В одном храме каждый пост, насколько это можно оценить, увидеть, регулярно появляется бездомный человек в храме. Он не хочет жить в центре реабилитации для бездомных. Вот такой вольный человек. Ходит, как хочет. Но, что интересно, он появляется в храме тогда, когда начинают чтение ветхозаветного пророка на тему, какого поста ждет от нас Господь. Говорится, что поста телесного Богу не нужно. Он нужен нам, в первую очередь. А Богу нужно, чтобы ты раздробил хлеб с нищими и взял в дом бездомного. Словно, словом, оказал милосердие. Появляется этот бомжик, который пост подряд, а прихожане и батюшка осознают свои немощи, не могут взять его в дом, потому что нет, во-первых, такой решимости. Ну и он все равно уйдет и вернется следующим постом. А ведь в жизни ничего случайного не происходит. Самое малейшее событие, оно всегда происходит по промыслу Божьему. Основная наша беда в том, что мы не умеем читать жизнь, что мы настолько легковесны и легкомысленны, настолько живем по верхушкам, без углубления в ситуацию, без вникания. Что-то отразилось, впечатлилось, эмоцию какую-то сорвали, отреагировали и дальше побежали. Куда побежали? Зачем побежали? Итак, вся жизнь, она в бесконечной беготне, суете и такой кручении головой по сторонам. Тут шум, тут вспышка, тут куда-то позвали, там надо что-то успеть. В этом смысле жизнь монастыря, она проходит совершенно в другом режиме и в удивительном состоянии возможности, когда человек может заглянуть внутрь себя, не бежать, не суетиться. Все четко, по порядку, по уставу. Все понятно, все предсказуемо с точки зрения внешней организации. Но когда у человека внешне все в порядке, почему так важен режим, почему так важен распорядок дня? Важно вовремя ложиться, вовремя вставать, не сбивать установленный порядок. Потому что, когда внешнее, оно идет как часы, то освобождается время, энергия на то, чтобы углубиться во внутреннее. В эти последние дни Святой Четыридесятницы сотрудники Добровольцы Службы Милосердия вновь, как уже традиционно, организуют благотворительную акцию по сбору помощи для пасхальных поздравлений подопечных. Своего рода возможность проявить милосердие, что называется, не отходя от кассы. Потому что не всегда есть решимость спланировать жизнь так, чтобы найти 2-3 часа и прийти, например, в автобус милосердия на вокзал и побыть с бездомными, или организоваться в дом престарелых, чтобы, как-то отвернувшись от себя, сосредоточиться на чужом одиночестве, несчастье, или посетить пожилого, одинокого человека. Ну, как-то все у них не хватает чего-то внутри, чтобы это сделать. Но иной раз и копеечка с добрым расположением или подарок, который человек оставляет сёстрам милосердия на благотворительной акции, принимается Богом как милостыня, как жертва доброго сердца или как стремление человека сделать сердце чуть-чуть добрее. 11, 12 и 13 апреля в гипермаркете Ашан будет проходить благотворительная акция по сбору подарков для подопечных и нуждающихся в поддержке службы милосердия. Таковых на сегодняшний момент около 4 тысяч. И вся светлая неделя, ну, кроме положенных уставам богослужений, потому что обязательно нужно быть на службах именно светлой недели, она будет проходить в поздравлениях. Светлую радость о воскрешенном Христе мы понесём к сирым, убогим, одиноким, несчастным, бездомным, ну, потому что невозможно закрываться, сворачиваться только лишь со своей радостью. Ей нужно делиться. И делиться не только словами, но и небольшими подарочками. Если у кого-то из вас в это время с топлой направится в этот магазин, где администрация, ну, такая социально ориентированная, которая даёт возможность обратить внимание тех, кто приходит по житейским нуждам, за покупками, на многих и многих нуждающихся вокруг. Поэтому будем внимательны и не пропустим возможности поздравить на Пасху многих и многих людей, у которых радости в жизни бывает гораздо меньше. И помогай нам всем Господь! Субтитры создавал DimaTorzok